МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА На границе Северной и Южной Кореи продолжаются переговоры об участии северокорейских артистов и атлетов в Зимней Олимпиаде, которая пройдет на стороне южного соседа в феврале. Это первые подобные переговоры за два года. Один человек погиб, десятки пострадали в результате землетрясения в Перу в минувшие выходные. В то же время власти сообщают, что стихийное бедствие не повлияет на запланированный визит в страну Папы Римского. В Турции самолет с пассажирами на борту съехал со взлетно-посадочной полосы и чуть не оказался в море. Никто не пострадал, однако внутри началась паника. Впервые в эту зиму в столице Китая объявили оранжевый уровень опасности из-за смога. Грязный воздух также окутал Тяньцзинь и провинцию Хэбэй. В объединенной зоне безопасности между Южной Кореей и КНДР продолжаются встречи делегаций от двух соседей. Обсуждают Олимпиаду в южнокорейском Пхёнчхане, которая пройдет с 5 по 25 февраля. А точнее, возможность участия в ней северокорейских граждан. Это первые за два года переговоры между соседями. Они начались на прошлой неделе. В этот раз южнокорейскую делегацию возглавил представитель Министерства культуры Ли Усон. С севера прибыл и его коллега из Министерства культуры КНДР Квон Хёкбон. Также на встрече присутствовала директор достаточно известного на западе северокорейского женского вокально-инструментального ансамбля «Маранбон». Обсуждали возможность участия в Олимпиаде северокорейских певцов, танцоров и музыкантов. Позже также собираются обговорить условия приезда в страну спортсменов, чиновников и других участников из КНДР. При этом ходили слухи, что обсуждают также создание объединённой женской хоккейной команды. Однако южнокорейское правительство сказало, что никакой информации по этому вопросу к нему не поступало. В Перу оценивают ущерб после землетрясения, которое произошло рано утром в воскресенье. Сила подземных толчков составила 6,8 балла. Эпицентр находился в Тихом океане на глубине около 36 километров, в 40 километрах от города Акари. Угрозы цунами нет. Погиб лишь один человек, и мы соболезнуем. В то же время сообщается о 65 пострадавших. 45 людям оказали медицинскую помощь, 40 из них уже дома. Ещё пятеро остаются в медучреждениях. Ещё у 20 – лёгкие травмы, и они тоже уже вернулись домой. Погибшим оказался 55-летний мужчина из города Яука. Его завалило камнями. Сильнее всего пострадали города Чаала и Акари. Президент Перу Педро Пабло Кучинский прибыл туда, чтобы оценить ущерб. Повреждены жилые дома и инфраструктура. «Мы собираемся отправить всё необходимое. В том числе палатки людям, чьи дома разрушены. Мы точно не знаем, сколько таких. Но думаем, что обрушилось около ста домов». Власти пообещали объявить в пострадавших регионах чрезвычайное положение, чтобы можно было выделить средства на восстановление домов и дорог. В то же время они заявили, что стихийное бедствие не повлияет на визит Папы Римского Франциска, который должен состояться через несколько дней. В рамках своей поездки по Латинской Америке понтифик планирует посетить три перуанских города, включая столицу Лиму. Землетрясения в Перу происходят достаточно часто. При этом многие дома построены из непрочных материалов и не в состоянии устоять при подземных толчках. Так, в 2007 году в городе Ика в результате землетрясения погибли сотни человек. В турецком городе Трабзон самолёт чуть не съехал в море. Инцидент произошёл поздно вечером в субботу. Боинг 737 турецкой авиакомпании Pegasus Airlines прибыл из Анкары. Сев на взлётно-посадочную полосу, он выехал за её пределы, скатился по склону и остановился в нескольких десятках метров от вод Чёрного моря. На борту было 162 пассажира, два пилота и четыре члена экипажа. Никто не пострадал, однако среди людей началась паника. Сразу после неудачной посадки к самолёту прибыли пожарные машины. Его начали поливать, чтобы избежать возгорания. Свидетели рассказали, что внутри пахло горючим. Пассажиры в спешке пытались покинуть борт. Эвакуация прошла успешно. Сейчас пытаются выяснить причину аварии. Ведётся следствие. Утром экстренные службы начали доставать воздушное судно. При этом на ночь работу аэропорта решили приостановить. В Пекине впервые за эту зиму объявлен оранжевый уровень опасности из-за сильного смога. Загрязнение воздуха также зарегистрировано в городе Тяньцзинь и в провинции Хэбэй. Содержание ультрадисперсных частиц PM2,5 достигает 250 микрограммов на кубический метр. Это почти в 10 раз превышает допустимую норму, установленную в ВОЗ. Власти рекомендуют детям и пожилым людям не выходить из дома. «Думаю, это очень вредно для лёгких стариков и детей. Пожилому человеку с хроническим бронхитом будет очень тяжело, если он выйдет на улицу в такой смог. А организм маленького ребёнка ещё не сформировался. Поэтому для детей смог также опасен». «Этот внезапно появившийся смог испортил всем настроение. Мне даже не хочется выходить на улицу. Но поскольку мы здесь живём, всё равно должны выполнять свои дела. Надеюсь, погода скоро станет лучше». Власти Пекина ограничили движение грузовых машин и приостановили работу на стройках. Министерство охраны окружающей среды предупредило, что в Пекине, Тяньцзине и провинции Хэбэй смог продержаться до среды. С четверга синоптики обещают похолодание. Оно должно улучшить качество воздуха. В Китае пытаются сократить выброс вредных частиц в атмосферу, ограничивая движение транспорта, приостанавливая строительные работы и производство на предприятиях тяжёлой промышленности. Власти также запретили отапливать дома углём. Месяц назад власти сняли запрет, поскольку из-за нехватки газа люди стали мёрзнуть в неотопленных квартирах. Студенты, пенсионеры и представители левых групп приняли участие в антиправительственном протесте в Вене. В общей сложности на улице австрийской столицы вышло около 20 тысяч человек. На плакатах написано «Не позвольте нацистам прийти к власти». Люди недовольны новым австрийским коалиционным правительством. В него вошла ультраправая австрийская партия свободы, основанная бывшими нацистами. Протестующие призвали остальные страны Европы бойкотировать это правительство. «Это правительство, как бельмо в глазу. Оно не гуманное, а социальное, действует неразумно. Оно просто бесчеловечное. Я здесь, чтобы сказать, я абсолютно против действия этого правительства. И это шаг в защиту наших прав. Я хочу отделить себя от властей». «Министр внутренних дел Герберт Киккл сказал, что хочет поместить беженцев в концентрационные приюты. В наше время такая лексика неприемлема. Также недопустим негуманный и нелиберальный курс этого правительства». На охрану порядка отправили около тысячи полицейских. Демонстрация прошла мирно. О стычках или беспорядках информации не поступало. Протестующие призвали бойкотировать не только министров от австрийской партии «Свободы», но также и всё правительство. Когда Австрия во второй половине 2018-го перейдёт право председательства в ЕС. Этому дедушке 114 лет. Он живёт в североиндийском городе Таран-Таран вместе со своей большой семьёй. У него 50 родственников, есть праправнуки. Карнаил Синг ведёт активный для своего возраста образ жизни и передвигается без посторонней помощи. В чём же его секрет? «Всё, что я хочу сказать молодым, это чтобы они не совершали плохих дел. Не пристращайтесь к алкоголю и наркотикам и больше работайте». Своим примером дедушка вдохновляет не только родных, но и всех жителей города. «Он вдохновляет нас есть умеренно и правильно, а также больше двигаться. Наш дедушка каждое утро гуляет в полях, поэтому у него крепкое здоровье. А ещё он соблюдает режим питания». Сам дедушка не считает, что долгая жизнь – его заслуга. Говорит, долголетие послал ему Бог. Десятки девушек съезжаются во Флориду в надежде присоединиться к знаменитой труппе русалок. Женщины с рыбьими хвостами регулярно дают представление в парке развлечений «Уики Уэши Спринц». К конкурсу допускают всех желающих, но получить такую работу не так-то просто. «Им надо проплыть метров 300, потом за 10 минут показать своё мастерство в воде. Если они сдадут этот тест, то перейдут ко второй части. Это обычное собеседование. Потом идёт подводное тестирование. Мы смотрим, насколько хорошо они чувствуют себя под водой». Несмотря на прохладную погоду, девушки заходят в воду. Для многих такая работа – воплощение детской мечты. «Эту работу оплачивают, но для меня это лишь дополнительный бонус. Если мне скажут работать как волонтёр, я останусь здесь и буду русалкой-волонтёром. Я делаю это не ради денег, а потому что хочу быть русалкой». Шоу «Русалок» показывают в этом парке развлечений уже более 70 лет. Такие спектакли были очень популярными в середине прошлого века. Но и сейчас на выступления приходят сотни зрителей. Национальный парк вулканов в Руанде – одно из немногих мест обитания горных горилл. В марте здесь пройдёт перепись этих приматов. Но уже сейчас специалисты уверены – численность горных горилл за последние десятилетия возросла. «Этот подвид находится на грани исчезновения. В 2010-м в дикой природе насчитывалось всего 480 особей. Горные гориллы обитают в Демократической республике Конго, Уганде и Руанде. Под угрозой они оказались из-за политической нестабильности в этих регионах, бесконтрольной охоты и сокращения среды обитания». В последние годы власти Руанды стараются восстановить популяцию горных горилл. «Увеличение численности горилл произошло не в одночасье. Мы это обдумывали, старались сохранить популяцию, улучшить среду обитания горных горилл, находящихся под угрозой исчезновения, что также улучшит жизнь руандийцев». Правительство Руанды поощряет развитие туризма. Путешественники со всего мира приезжают в Национальный парк вулканов, чтобы понаблюдать за жизнью горных горилл. Прибыль получают и туроператоры, и владельцы гостиниц. Правда, в этом году власти подняли цены на экскурсии по Национальному парку в два раза. «Вероятно, увеличение цен в какой-то степени повлияет на бизнес. Но такие высококлассные отели, как наш, продолжают процветать». Горные гориллы – один из двух подвидов восточных горилл. Эти крупные приматы – вторые по величине послевосточных равнинных горилл. Самцы могут весить почти 200 килограммов, а самки вдвое меньше. Горные гориллы отличаются от других видов более густым и длинным мехом, поэтому они могут обитать в местах с прохладным климатом. Эти приматы ведут наземный образ жизни, но в то же время хорошо лазают по деревьям. Взрослые самцы за день съедают более 30 килограммов растительности, а самки – менее 20. Один из самых ярких художников начала 20 века Борис Кустодьев – ещё и талантливый фотограф. Взглянуть на творчество мастера с необычного ракурса предлагает мультимедиа-арт-музей в Москве. «Фотография была повальным увлечением и модой. Мы знаем, что снимала прекрасно жена Толстого, мы знаем, что снимала царь и снимала вся царская семья». Десятки чёрно-белых снимков из семейного архива Кустодьева привезли из Астрахани родного города-живописца. Жена Юлия – любимая модель. На дворе лето 1903 года. Счастливые супруги в ожидании первенца. Когда фотоаппарат берёт в руки кто-то из друзей, появляются редкие совместные кадры. «Очень интересно сейчас смотреть, как художник делал фотографии. Такое ощущение, что это просто одна из его работ, которую мы не знали. Вот она чёрно-белая, но вообще она, наверное, цветная. И ты уже начинаешь угадывать, зная, например, творчество Кустодьева, что какие-то цвета могут быть». Кроме летописи семейной жизни, фотография для Кустодьева – материал для будущих работ. Всё то же лето 1903-го. Атмосферный снимок моста через реку Медозу в Костромской области. В тех краях Кустодьевы часто проводили лето. Через полтора десятка лет художник пишет величественные своды маслом. «Вечер – тихая размеренная жизнь провинциального городка. Это счастливые воспоминания. В 1918 году Россия уже охвачена революцией. Сам художник из-за болезни парализован. Вынужден писать картины лёжа». «Это очень интересно, как все эти впечатления и воспоминания, как они потом, конечно же, складываются. Даже фотография не является реалистической, потому что это всегда очень индивидуальная точка зрения глаз. Просто вынутый по вне мозг. Мы видим то, что мы знаем». Кустодьев подмечает колоритные сцены прошлого века. Деревенский базар, крестьянин с поклажей едет по берегу Волги, дворянские девушки перед купанием. «Фотография – это бесценное историческое свидетельство. Памятники, материальные культуры, они могут разрушаться, но особенно в России, в которой был такой трагический 20-й век. Наша страна пережила две мировые войны, революцию. То есть материальная культура с ней сложнее. Словами можно манипулировать. Фотография – это всё-таки живое свинетит». Выставка продлится до начала февраля. Жаркий бразильский климат – не самые простые условия для рыцарских турниров. Но и в этой стране есть почитатели благородства средневековых мужей. Рыцарские сражения воссоздали на турнире в бразильском городе Кампинос. Десятки участников в средневековых доспехах попробовали силы в нелёгкой битве. «Это трудно. Стать рыцарем и научиться сражаться не то, что в наше время передаётся от отца к сыну. Сегодня я был в хорошей форме. Хотелось надеть доспехи, чтобы сражаться». «Это весело. Моё увлечение рыцарскими сражениями началось со строительства замка из лего. Потом я надел настоящий шлем, вышел на ринг и стал сражаться. Это ни на что не похоже». Турнир в Кампиносе – часть соревнований, организованных Международной ассоциацией средневековых рыцарских боёв. Победители местных этапов сразятся в чемпионате битва наций. В этом году его примет Италия. В рамках мероприятия также пройдёт фестиваль исторической реконструкции Средневековья. Международная ассоциация средневековых рыцарских боёв стремится популяризовать исторические сражения во всём мире и среди людей всех возрастов. Участники турниров сами заказывают доспехи у кузнецов. Перед этим проводят исследования, чтобы снаряжение соответствовало определённому историческому периоду. В битве нации ежегодно участвуют национальные сборные разных стран, в том числе России. КОНЕЦ КОНЕЦ КОНЕЦ